Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в Escape from Tarkov. Продолжаю прокачку с нуля. Это 18-й день пути, со дна, который я проведу на локациях Развязка и Берег. Всем приятного аппетита и просмотра. Золотая ведьма, Владимир Чернов, Вояджер и Немис. Спасибо большое за щедрые бонусы. Также немаловажна поддержка в Raid Shadow Legends. Мы накопили уже 12 пройденных тюториалов, о которых я говорил в 17-м выпуске. Напоминаю, что при достижении 30-ти я разыгрываю доступ в Tarkov или апгрейд-версии. Скачивай Raid Shadow Legends по ссылкам в описании и проходи тюториал обучения, которое длится не больше 5 минут. Удачи! Так, у нас тут смот... Ух ты, мать моя женщина, сколько много её и какая она красивая-то. Страховочка вернулась. Погляди, бронеразгруз даже вернулся. И РПК вернулся. И даже часть модулей на него. Да не часть, а почти все модули. Кроме приклада. Это значит, мы снова на развязку, да, двинем? А тут у меня печаль и боль. В генераторе у меня всё топливо кончилось. И заказанное мной ВПХ сейчас просто простаивают. Там 50-60 часов они будут довариваться. А топливо сейчас купить нереально. Сразу же выкупают у егеря эту канистру, которая 140 тысяч стоит. Но тем не менее, водосборник у нас улучшен. Готово. Можно использовать теперь фильтр, который найдём в рейде. Биткоин-ферма тоже. Строительство завершено. Мы можем использовать её в том случае, если у нас будет топливо и видеокарты. Так что ищем топливо, орожаем видеокарты и будем майнить. Производство ВПХ пока практически остановлено. 62 часа требуется. По квестам. Химконтейнеры нужно добыть. Видеокарту. Двух диких. Найти книги о технологии изготовления одежды. Две части. Топливную присадку. Пометить три маршрутки. Короче, надо идти по Любасу сейчас на развязку. Есть у меня бронеразгруз. Сразу его тогда подчиню. Куколки-тряпочки соберём в кучу и двинем под тем же маршрутом. Есть чем заняться сейчас на развязке. Да-да-да, собираю тогда РПК. Приклад мы будем покупать по трубке приклада. Долго я копался. Defense GLR 16S. Это лучший вариант. Минус 13. Плюс 13 эргономики. Минус 29, по-моему, там отдача. И лёгкий приклад. То, что нам нужно. Прицел можно этот же использовать. Кобру. Правда, на Кобру мне нужно будет там одну штуку купить. Бленда-бленда. Всё время забываю, как она называется. Какое-то странное название. Придумали. 109 рублей и плюс 3 эргономики. А, ещё кое-что забыл. По стволу. Фильтр по связи. Нужен же глушитель присобачивать. Глушитель и гексагон. Зацеплю. Во, нормально. Во. Всё, отлично. РПК снова в теме. Так, а здесь книги эти. Я подзабыл, где они находятся. И придётся пользоваться шпаргалкой. Это первый этаж. Книжный магазин. Ага, недалеко от идеи. Ну, напротив, короче, Меркон от МЧС базы и Костин магазина. Понятно, понятно. Там точно не заблудимся. А вторая книга находится на втором этаже. Музей истории. Там такой магазинчик есть. Ну, понятно. В принципе, не заблужусь. Более-менее уже ориентируюсь в этом торговом центре. Всё, я почти готов. Патроны медицину взял. Ключи, что мне нужны. Взял от МЧС. А, не взял маяки. Надо же метить маршрутки. У прапора три штуки берём. Ну и всё. С утра пораньше. 8.30 на развязку геройствовать. Целей рейда несколько. Пометить маршрутки. Добить двух диких. Забрать контейнеры в МЧС и Монтисе. И забрать две книги на первом и втором этаже торгового центра. Чик-чик, КПП, МЧС. Ага, на шоссе засправнились. Ну всё, отлично. Хороший, я бы сказал, спавн. Потому что, если я буду браться в первую очередь за маршрутки, а лучше так сделать, чтобы маячки сразу же использовать. Не таскать их с собой. Один маячок может быть и стоит не так много. 15 тысяч. Ну, три уже под полтинник. 45. Нафиг, наверное, бритайн. Сейчас пойдём, короче, найдём тайничок. Вскорим. И пойдём по маршруткам. Тут, в принципе, всё по пути. Всё по пути. Заблудиться точно не должны. О, заебись, надо пошариться здесь. Не, ну а что с собой маячки таскать, правильно ведь? Ну вот, сейчас добрышко зацепим. И вперёд. Первая маршрутка прямо по курсу. Душисолива бесплатная. Вот такие вот цветодетские неожиданности эти маршрутки. 30 секунд защититься. Защищать мы её не будем. Никто там её не стараканит, наверное. Спокойно, спокойно. О, можно салеву теперь как основную юзать аптечку. Салева, в общем, мне лично удобнее. То, что у неё запас больше, чем у Ифака. Это очевидно. Но у неё ещё и плюс в том, что она... У неё плюс в том, что она используется до того момента, пока не вылечит полностью там выбитую какую-то конечность. Раненую, точнее, конечность. Или прижит её недавно. А Ифак у него там 50, что ли, всего очков. Или что-то в этом духе. То есть одну конечность Ифаком два раза можно будет. Ну, то есть длительность использования и всё такое. Ко-ко-ко, короче. Вы поняли. Засветлять не буду, так как светлое время суток. По большому счёту здесь... Подсвечивать-то, в принципе, нечего. Ну, если прям совсем темники будут какие-то. Хотя и так, в принципе, темно. Ладно, только ночные рейды будем подсвечивать, потому что я понял из предыдущего выпуска, что ночные рейды... Там вообще тьма кромешная. Если только не ночью как-нибудь смотришь, тогда вообще абсолютно ничего не видно. Так что будем стараться, во-первых, делать меньше тёмных рейдов. Ночных, точнее. Но если будет какой-то период времени тёмного, то будем подсветливать. Подсвечивать. Раскорячь. Сложнее, слушай. Постреливают и воли наверху, и в центре там. Но мне наверх пока, по крайней мере, не надо. Да, две маршрутки, которые осталось мне подсветить. Они находятся недалеко от разлома здесь, на парковке. Вот он, разлом перед нами. И вот она, маршрутка вторая, которая нам нужна. Она находится... Вы поняли, где находится. Возле дыры в стене, через которую я обычно сваливал и выходил в дорог заборе. Что-то всё через дыры. Туда-сюда. Нормально. Хопачки. Ставим маячок. И двигаемся к третьей маршрутке. Третья маршрутка недалеко здесь же у разлома. За разломом. Сейчас мы тут ящички помацаем. Идёт. Если найду что-то крайне ценное, то рюкзак скидываю и выхожу через более-менее безопасный путь. Что-нибудь ценное. Я имею ввиду видеокарту какую-нибудь там или ещё что-то в этом. Хотя можно, в принципе, не париться насчёт галочки для видеокарт. Продавать я их в любом случае пока не планирую в ближайшее время. Это раз. Во-вторых, одну видеокарту, которую осталось сдать по квесту, я её по-любасу сдам после того, как выполню квест «Кабинет химии» для механика. Он мне даст в награду там видеокарту. И всё. Я два квеста закрою. За счёт одного. Так, третья маршрутка находится тоже близко к разлому. Цвета не перепутаете. Короче, вот эти вот маршрутки, которые слева, она не подходит, потому что у неё стёкол нет. А это пассажирская. Видите, у неё салон застеклённый, всё как положено. Это те самые маршрутки, которые нам нужны. Ну так, чтобы если вдруг кто-то перепутает. Всё, от маячков я избавился. Теперь я подниматься буду через Гошан, через кассы Гошана. Сейчас покажу, короче, что тропинка есть интересная. Не то, что тропинка. А здесь с парковки прям к кассам Гошана выводят эскалаторы. Удобно сделали. В общем, для людей как будто. Так, а выход выживания с локацией обязательно, интересно? Да, обязательно. Ладно. Ну и фиг с ним. Чё, даже если завалят, ничего страшного. Маяки мы расставили. А выйти выжить с локации мы сможем в любом, в принципе, дальнейшем рейде. Раз уж намылился делать несколько квестов, то буду делать эти несколько квестов. А мы хотим. Нам двоих надо подстрелить. А он уже ушуршал, да? Убийство диких не первоприоритетная задача. Она выполняется попутно, так что проблем вообще нет. Диких мы всегда найдём, где подстрелить. Нам нужно внедряться. Книжный город, или как он называется? Книгает. Опа, дикий. Ох, бляха-муха топает кто-то. Не, я не вижу, чё там происходит. Вот он. Мать твою, чё со всех сторон-то? Пацаны! Есть две новости. Одна хорошая, вторая не очень. Хорошая я убил Юсека седьмого. Значит, у меня открываются квесты от миротворца. А не очень то, что тут чувака лазают, зараза. Подлечусь, патроны докину быстро. О, крадётся тоже. Не-не-не-не-не. Сейчас мы... Ну, пожалуйста. Спасибо. Держи. Мы можем флангануть его, кстати. В аккурат двери есть в обход. Вот мы сможем на эскалаторе между идеей и бутиками пройти. Надеюсь, он один там остался. С чего он стрелял, я что-то так и не понял. Сколько вас там? Поскакал куда-то. Пошёл меня искать, видать. Ну, это хорошо. Сходи, поищи. Ты наверняка будешь друга своего ещё разлутывать, да? Если уже не разлутал. Не слышу. Блин, надо избавляться от него. Где он сидит? Он до этого так крался, зараза. Он, может быть, и сейчас где-то там сидит. Вот, блин. Выглядывает незаметно. Не, не слышу я его. А, вон он. Возле той двери, откуда я. Он сюда бежит. О, какой логучий. А чё так-то? Ну, благо, я его завалил. Всё, пацаны. Чё там, братуля? Показывай. А вот он с ВПО. Я бы он стрелял одиночным. Я думал, с чего он жебошит? Странно, блин. Автомат Калашникова в руках. А он с ВПО шпиль. А может быть, это не его ВПО. А, нет. С Галкой вроде ВПО. Хорошо. Разгребаем лут. Блин, я чё-то рад больше, чем... найденным этим книгам по квесту. Сейчас до этого посмотрим. Сначала я патрону надо докинуть. Тишина. Так, а тут пацанчика-то разгребли уже. Смотри, оружие это его основное. Староканили. И жетон староканили. Значит, его братюня разогрёб уже. Интересно, девки пляшут. О, где-то скинул, походу, его оружие, да? Я думаю, что да, так и было. Он пошёл куда-то, выкинул его пушку. Процессоры можно забрать. А чё это, блин? А, там же какое-то обновление было небольшое. У меня кнопки слетели выбросы. Кнопку выбросить, я же назначал. Слетело, походу. А, нафиг с ним потом назначу. Сейчас не забудем. Так, где-то тут книжка нужная мне была. На одной из этих полок. Полка, афоризмы. А, вот точно, это так. Вот и книга. Всё-всё-всё, нашёл. Всё ровно. Часть вторая. А часть первая находится на втором этаже. Так, надо магазы зарядить. Видел, да? Да, починили нифига эту штуку. На прикладе, если у тебя установлено тыльник установлен, либо если прицел на крепление ночного прицела присобачен, сложить оружие уже не получится. Молодцы. Починили. Чутка я ещё не доразобрал. У него как раз патроны, по-моему... А, нет, патронов не было. Мешок я не доразобрал. Опа. Вкусняхи. Да. Ник с РЦП забираем. Остальное всё. Тушёнку можно ещё. Хоть я их и сдал по сельпу, квесту, но три тушёнки равно АКМ. Либо просто дома сожрём. Тоже сюда перекинем это всё. Ну вот тебе и полный рюкзак. Правда, там жратвы половина. Ну не половина, ладно, утрирую. Всё идёт пока по плану. Книгу забрал. Мне нужно химические контейнеры ещё забрать. В Мантисе и в МЧС. Можем, кстати, что-нибудь интересного найти в МЧС, если её ещё не лутали. Вроде закрыто. На ключ. Чем тут поживиться? Тут медицины много. Пару-тройку сумок. Так, кто-то. Кто-то тут. Лазит. А ладно. 110-ый. 110-ый. Чё-нибудь. Какие-нибудь стимуляторы или звёздочку бы. Вообще в цвет было бы. Химконтейнер забираем. С биксы. Бикса называется. Смешное название. Ого. Газан. Лампочки-шмампочки. Шумное, зараза, помещение, но интересное для лутания. Нет, в этот раз. А чё особо ценного гемостатик только да и всё. Мне тут по-любому надо было прошвырнуться. Надо было забирать химический контейнер. И надо второй химконтейнер забирать. Надо идти в мантис. Ага, куртки. Куртки уже попярились, да? Нет, только одну. Успели. Жуфон. Ничего не стоит. А когда-то нужен был по квесту. Погнали в мантис. За вторым химконтейнером. Тут ещё тоже сумочки есть. О, нормас. Авто не надо. И дикий, да? А мне дикий нужен. Твою мать, блин. В упор попасть не могу. Ничего, ничего. Зато навык улучшается потихоньку. Мы становимся всё сильнее. Ещё одного бота. И я закрыть смогу квест. Для барахольщика. Блин, ну как классно, что получилось этого Юсека, да, подстрелять? Вообще, откуда не ждал. Оттуда привет и приехал. Если я Юсека седьмого завалил, я закрою ещё один квест. И я смогу теперь, наконец-то, уже прокачать миротворца. Вот он, второй химконтейнер. Так, что-то дальше. Дальше мне надо идти. Физраствор. Забржать. О. Ну, давай попялимся пилигримчик у него. Может, заберём? О, я УПшечку бы забрал. Бумажник, бумажник. Второй. Ну, уходи. Есть. И этот гад успел стрельнуть. Ну, там... Не знаю, там и мёртвый успел бы стрельнуть. Зашибись. Ещё один квест готов. Вот так. Вот так. Сюда. Чтобы разгрузку мне... Меньше места она занимала. Ой, место, говорю. Незахламленное было. Вот так вот сделаем. О. Дурной-то он, конечно, посреди... Напротив Кибы. Ещё и посреди торгового центра тут. Лутаться. Но я по Шурику. Кбыренька. Вот так, хотя бы. Падёт? Или не падёт? Здесь подним... Где? Понял вас. Понял, господа. Где здесь нет? Слева ещё. Ну, это боты, скорее всего, слева, да? Вот он! О! Всё нормально. Короче, там парняги сидят и смотрят Кибу, походу, пока включат. Вон оно, пыль! Бля, да вы чё? Шо так страшно-то? А, заберём, короче, его разгрузку и всё. Я одна... Пошёл я, короче. Вернусь. В сторону в идее. Лучше там по эскалатору поднимусь. Манал я тут в центре лазить. А то я седой к концу рейда, блядь, буду, отвечаю. Служи, воина! Да ой, серьёзно? Чё, ты где? Вали, вали, куйсок! Всё, нафиг, пошёл я отсюда. Офигеть, это они сидят и ждут, пока кто-то подаст питание. И сразу же, чтобы залететь в Кибу? Или, может быть, это вообще не ЧВК там стреляли? О, гранату кинули. Может, там какой-нибудь... Да нет. Это ЧВК там сидели. Готов поспорить. Не, ну, конечно, по самому центру лазить, такой, как у себя дома. Чик вышел такой бодрячком. Да, вот это тактики галактики у вас, пацаны. Что я ещё не сделал? Что мне ещё нужно сделать? Химконтейнеры забрал. Двоих диких забрал. Книгу надо забрать. Маршрутки пометил. Всё, осталось только книгу забрать и вся любовь. И можно домой педалить. Набив. Рюкзак. Рюкзак. Снова тот же самый путь. Использую. Пусть они там сидят, свою кибу смотрят. Хоть до усрачки. А я спокойно сейчас по эскалатору поднимусь. Заберу книгу. Дикий лежит. Ну, это, скорее всего, те ребята, которые ЮСЕК с бировцом, да? В книжном магазине, которые... ...встретились мне. Прямо тут и поднимемся. Хотя можно было бы наоборот меня в ту сторону, в сторону Олли пойти. Я что-то не в тему в эту... ...степь поскакал. Ну, там фиг его знает, что там было. А здесь-то я уже лазил. На этой стороне я уже пару чувака убил. Тут как-то поспокойнее было подняться, если честно. Я не слышу никого. А граната, кстати, такое ощущение, что капец издалека прилетела. Может, ее сверху вообще кинули? Потому что как удергивали чеку, я вот... ...даже ни разу не услышал. Или не обратил внимания, может, на этот звук. Просто прилетает граната, и все. Страшно лазать тут. О! О, вот это вот мне больше нравится. Значит, вы до сих пор там? И с кем-то схлестнулись. Вот и занимаетесь. О! Водичка! Водички! Я ж гидрации там. Кот наплакал. Как вовремя я воду нашел, а? Шесть гидраций оставалось. О, шпилят там. Нормально. Вот он, этот магазин. Музей. Историй. Они как раз там отвлечены. Боем? Вот и пусть балдеют. Книжка прям... А, вот она появилась. Прям на полу валяется. Часть первая. Все. Секрет успеха. Книги я забрал. Надо их выносить из рейда. Если я погибну, они... Сами себя не сдадут. Барахольщику. Сейчас посмотрим, что там у нас. Все сделали. Что запланировали. Ничего я не пропустил. Ничего не упустил. Так, Юсека добили. Это раз. Двадцать пять диких добили. Два. Книги. Три. Микроавтобус. Четыре. А, и химконтейнеры. Пять. Все. Шикарно. Осталось только выжить. Выйти с локации. Чтобы полноценно отпраздновать. Порадоваться, точнее, за такой... Рейд. Не верю, что тут никто ничего не залутал. Тем более, если пацаны там внизу уже шатаются где-то. Скорее всего, и тут помацали, а что походили. Барахлишка валяется кое-какое. Но ценного здесь абсолютно ничего нет. Есть какие-то предметы там. Квестовые, шместовые. Это что такое? Провода. И более того. Заберем, наверное, кобру. DVD. Да, ничего ценного. Так, чисто по мусору. Надеюсь, никто не пасет там. Хотя дикие вряд ли. Ага, вон они на кассе лазают. Вряд ли они кого-то там. Пропустят. Так, тут у нас тоже вроде никак не лутано. Апокалимся. А, нет, все-таки. Я думаю... Я думаю, быстренько прошвырнулись тут так. Попутно чисто. Показ занимали. Возле какие бы там позиции. Или вокруг какие бы. Заслада, ёб-просите. Это камон. Нет, не мне. Это не по мою душу, слушай. Там кто-то лазит в Олли. Я тогда не через кассу, а здесь через мебельный салон пройду. Тут, кстати, тоже можно кое-что нарыть. Ящики есть. Еще что-нибудь. Оружейный. Там патронный ящик, если не ошибаюсь, еще должен быть. А так, в принципе, че мы уже тут... А, ну вот и красный таймер подъехал. Все, это явный знак. О, рапешечки. МА-80. Явный знак того, что... Пора. И честь знать. Выход-то у меня... Правильно идут? Да, правильно, МЧС. О! Про той разговор. Я же говорю, там кто-то шарится в Олли. Ничего не лутано. Ну, позырим. Да, и правда, компы смотрели никто не... Точно. Плату бы точно не оставили. Плата сейчас... Неплохо так стоит. Никто не смотрел компьютерный... Офис с компьютерами. Зря вы так, пацаны. О, цепой продадим. Опачки, а вот это интересная штука. Вот у меня сейчас альфа-контейнер, как Эпсилон. Заберем. Надеюсь, что заберем. Я думаю, да, до Эпсилона есть смысл качаться. Если заберем Эпсилон, то вот такие вот Сюрв-12 наборы вообще просто сказка. Я на основе, когда катаю, и гамма-контейнер, он как бы... Ну, не то чтобы роляет много, но, по крайней мере, поначалу это большая вообще скидка фора, я бы даже так сказал, что у тебя огромный гамма-контейнер, в который ты можешь и медицину, и хирургический набор положить, и еще и вытащить, потом ему что-нибудь там... И планшет впиндюрить туда. Бесспорно, с альфой посложнее стартовать конкретно. А в дальнейшем разницы уже нет, когда ты прокачаешь всех этих торговцев, когда ты выполнишь норму в сороковой левел. Тогда уже разница особо не ощущается. Ладно, все это лирика. Поехали на выход. Я готов. Красавчик какой-то. Ну, давай-давай, я сразу за тобой. Кто крайний на выход МЧС. Все? Все, я думаю, я его шуршалом. Пацаны, я с вами. Пацаны, подождите. Пять квестов. Пять квестов. Мать моя женщина. Вот это рейд. Вот это рейд. И самое приятное, что Юсека подстрелили, и теперь открылась возможность выполнения квестов у Миротворца. Миротворец, жди меня, братюня, я уже в пути. Так, завершаем Друг Запада. Сдаю хим-контейнеры, чтобы не забыть о них, как это было в прошлый раз. Друг Запада, часть вторая. Шесть тысяч долларов, и лыжник нас сводит с Миротворца. Ошибись. Ленд-лиз. Большой квест нам выдает лыжник. Осведомлен, значит вооружен. Установка Wi-Fi камер на разных локациях. Тоже интересный квест. Ну чё, и первый квест от Миротворца. Рыболовная снасть. С закладкой снайперской винтовки СВ-98. И мультитула на побережье. Не пожалею денег, чтобы закрыть садоводство и кабинет химии. Мне нужно будет прикупить ключ, помеченный санитаром синей изолентой. О, ключ с пометкой С3 дешевле стал. Больше, чем в два раза. Завершаю квест с убийством диких на развязке. Можем закрывать квест-маршрутка. Пометили все три микроавтобуса и выжили. Можем сдать секрет успеха. Две книги тоже вытащили мы. Борода не нужна, квест можем сразу же завершить. Только что взяли терапевт. У меня уже третьего уровня, так что всё оки-чпоки. Модник квест. Убить киллу сто раз. Упоротый, если честно, как по мне, квест. Но так чисто по фану. Народ бегает. Ну чё, егерь готов к тому, чтобы открыть четвертого уровня свои приколюхи. Мне нужно немножко тут 300 тысяч всего наторговать. С ним сейчас этим займусь. И сделаю я это так же, как и делал до этого. Закупаюсь присадкой для дистоплива. И ему тут же впариваю. По деньгам не особо попадаю. Готово. Четвертый уровень открыт. Ну вот, хорошо, как вот такой ассортимент он нам теперь выставляет на продажу. Прапорщик, между прочим, тоже коронного уровня. Итого у меня теперь три торговца с максимальным уровнем прокачки. Уже большой прогресс налицо. Трое торговцев уже на максимуме. Так, квест миротворца, чтобы сделать, надо забрать у него СВ-98 и мультитул. Выгружать мне пока это нечего, но мы можем... А наоборот, вот так, наверное, да? Да. О, вот так вот сделаем. Забираю СВ-98 и мультитул. Надо их закладывать. Сейчас с собой заберем в рейд. Забираю ключ с пометкой санитара. Забираю СВ-98 и мультитул. Сколько он сейчас стоит? Наверное, его имеет смысл в подсумок, да, затарить? Фу, да, нормально. По крайней мере, дороже, чем и фак, поэтому... Видите? Вот сунду и моего протлим. Нормально. Ну чё, всё, я готов на берег идти. А, нет, я ещё хотел для терапевта сделать квест. Мне нужен будет ключ от коттеджа закрытого. Хоть и на 400 тысяч стоит, но он себя очень быстро окупит. Беру ключ тоже с собой. Да ещё прикупил ключ от сейфа. Тоже возьму. Ключ от коттеджа, конечно. Вот. Не, ну а чё, надо потихоньку уже находить ценности, которые спаунятся. В сейфах. А ключ от коттеджа мне нужен по квесту коллеги, часть вторая. Поскакали на берег. Ранним утром выдвинусь. Страхуем то, что надо страхануть. Вот. И рейд, возможно, окажется спокойным. Хотя бы просто за счёт того, что мы выдвигаемся рано утром, а не дневное время. Итак, в рейде у нас есть три задачи. Первая, это для миротворца в первую очередь заложить СВ-98 и мультитул на берегу. Это основной квест, по которому мы вообще пошли на берег, и это приоритетная задача. Ещё и потому, что не хочу лазить с СВ-98 и мультитулом где-то там на локации, шататься туда-сюда. Лучше сразу пойду и постараюсь в первую очередь их заложить, чтобы уже не париться, что у меня ещё и квестовый какой-то там хабар при мне. Плюс нужно будет в Норвенском забрать хирургический набор, в коттеджах забрать автормазков и открыть комнату санитара, помеченном ключом на лазурном. Чик-чик, мадефака, тоннель. Какой тоннель? О, я на дороге на таможне, что ли, или где это? Пацаны, где это я? Пацаны, не надо. А, оу, оу, чупа-чупс вон. Всё, я понял, где я. Ну, примерно, недалеко, между санаторием. Да? Да, вон санаторий. Всё, понятно. Итак, третил подсвечу, по крайней мере, пока темно в этом видео... Там, само... Блядь, забыл, как говорится. В видеоредакторе, короче, при монтаже я немножко добавлю яркости до тех пор, пока более-менее светлее не станет на улице. Ну, а пока чешем вперёд. Буду курс держать на Норвенске, на юг, ближе к берегу. Загляну, наверное, ещё на пьяный танк под мостом. Там тайничок есть. А ну-ка, 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 что тут у нас? О, МК-3. Это хорошо. Мы его сейчас на себя и натянем, напяним. Вот так вот сделаем. Тритончик где-нибудь скинем. Чтоб прям на тайнике он не лежал. Здесь можно, наверное... А он, наверное, скатится сейчас. Во враг, да? Помечу медицину. Чик. И всё. Валим на Норвенский нафиг. А, он скатился. Ладно, пошли на Норвенский. Оба. Фонарик мелькает. Ну, дикий патрульный, видать. Вот он. Ого, трассер как полетел, прикольно. О! О, ещё один. Всё, не вижу ни хера. Ну и пошёл в баню. Тогда сиди там, ныкайся, а я на бережок. Прямо у него под носом придётся это делать, но... Ходить его там высматривать, воевать, шуметь. Пока не привлёк ничьего внимания сюда, кроме ботов. Можно попробовать незаметно всё это дело заложить. Что тут у нас? Нет желания всё это просирать, потом покупать опять, чтобы пойти ещё раз заложить. Да и время сейчас удобственное. Для закладки. Ранним утром вообще самый кайф. Вот она, эта лодка. Напротив раздевалок. Прямо здесь и закладываем. Продметы. Отлично. Один есть. Второй. Готово. Пошли на Норвенский. Добрый вечер. Утро, то есть. Я представитель компании Арифлэйм. Да нету тут никого, уже бы кипиш подняли бы. Ну чё, пацанчики, смотреть давай. Картотеки в нашем распоряжении. Целых два ящика. И два сейфа, два компуктера. Это ж сейчас мы сейчас Сидоровича своего внутреннего порадуем, побалуем чем-нибудь, наверное. Что там, давай. Да-ля-ры. 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 Вот они. О, у меня ячейка освободилась. И факт резервный. Это его законная ячейка. Ну, ничего серьёзного. Ладно. Ну давай кулеры тогда. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Да чё за проклятие? А лут? А как же я? Как жить-то? О-о-о-о, базару нет. Вот это, вот это. В этот раз я тебя не отпущу. Черепок. И вазочка хорошая штука. Она мне по квесту пригодится. О, о, где Хабар, оказывается,-то лежит Ко мне Дикий залез, что ли? С заправки, видать, тот тип Недостреленный Не, ну это хорошо, что он пришел сам Блин, и хорошо, что я в этот момент наверху был Услышал его А идею мы можем забрать у тебя Занимает она 6 ячеек, но вмещает 8 Мы будем использовать эту матрешку В своих Шкурных интересах О, как светло стало уже, смотри А, подожди, я же забыл хирургический набор Голова до уха пришел сюда за хирургическим набором И вот он И забыл Красавчик Самый лучший получается, да, я Ютубер, который вечно все забывает Вечно косячит Что-то делает не так Незаметно Вдоль береговой линии Пройду заправку Да, такое ощущение, как будто я не по планете Земля А по Марсу по какому-то двигаюсь Вот в такие моменты Когда красное небо Оранжевое такое Ну выглядит это, конечно, потрясающе Ничего не скажешь Бомба Бомба Кладушки Нет, значит не с заправки Ну это с заправки пришел Ну либо не с заправки, с лодки Да и пофиг, откуда он пришел Все, можно на тапочку отсюда дать уже, я думаю Что ты там, пропускаешь меня, братуля? Хорош, пропустил Отправляемся теперь за офтальмоскопом, помеченным синей меткой, санитара Ползем в сторону коттеджей Выглядит довольно тихо На первый взгляд Ну это на первый Появиться эти гады могут где угодно В гараже В кустах Возле скорой Возле теплиц Так, ладно, внедряемся в коттедж Надеюсь, никто за мной не наблюдает сейчас любопытный в оптику Вот здесь, кстати, на бочках на синих спавнится этот самый ключ от коттеджа Закрытого Но не в этом рейде Ребята подсказали, я знал эту инфу, но это все со временем забывается Так что если будете здесь проходить, обязательно не поленитесь, попяльтесь на эти бочки Может там 400 тысяч лежат А если у вас его нет, то для себя оставите Питонить настало время Вот он, стол, горшок, цветочный и офтальмоскоп Хоп, готово Вот, чтобы забрать этот офтальмоскоп, пришлось раскошелиться на 400 тысяч Но ключ хороший, хороший ключ Этот ключ окупит себя Буквально за несколько подходов О, сумка там что ли? Точно Нормально так, сумки спортивные ПМ И закрытый сейф Вот от него я тоже ключ прикупил Оу, нихрена себе Эпупрофен нафиг отсюда Денежки сюда Ну во, видал Я говорю несколько, буквально раз Он многоразовый этот ключ Так что без проблем Вы сколько захотите, столько и откроете Эти сейфы и коттеджат сам И эти ключи себя окупят Блин, вот несколько рейдов Считай, два сейфа Компьютер Спортивная сумка И все, да? И куртка Да, и куртка Ну и все И у тебя уже, я считай Там тысяч пятьдесят как минимум Выносишь со всех этих Что даже если ты прям все в хлам забираешь Ну а плюс жетоны Редкие, очень редкие предметы Которые Там либо на бартер Либо может быть кто-то на капу Там пойдет, что-то его знает Поэтому коттеджи и любят, пацаны Подлутать О, молочко Молочко можем прям сейчас сжахнуть Вот так вот А второй коттедж тоже Раздербаним Времени пока хватает Да мне там особо-то возиться Недолго Тем более, что если Будет работать выход Проход через скалы Общая сказка Там же и воду За лазурным Так, здесь бесплатно Есть еще сумки Куртки Вот тебе бейсбол Денежка Хе И пустота Че по сейфам GP Монетка И второй сейф О, SSD Красота Блин, может быть В таком случае Ай, надо было рюкзачок побольше Наверное взять Но я не думал, что Лутаться будем Нормально, нормально Просто мысль мелькает такая Что типа Может быть В лазурном нам еще Полутаться Если тихо будет Сейчас посмотрим Как там ситуация Санитара вроде нет Может быть он на лазурном И не узнаем мы это Ровно до тех пор Пока сами туда не сходим И сами все не проверим Пошли к лазурному Здесь больше делать нечего А где боты все? А, понял Помещение Распивают там Напитки И второй, да? Точно, точно, точно Вас двоят А он В кабинете, да? Сам такой О, еще Картотеки Пацаны Да ладно, что Рейд спокойный Почему бы не Полутаться Я вообще Не слышал Никакой Ни стрельбы Ни пальбы Ни взрывов Спокойная Обстановочка Тем более Что с ботами Мы тут разобрались Без шума и пыли Мона Полутаться ТТ Забрать Намордник Тоже можно забрать Вот так вот Чем богат морфий Ключ Насосной станции Продадим И картотеки Хотя Картотеки В последнее время Если честно Че-то Вообще Разочаровывают Содержимым Своим Там Если нет Квестов На какие-нибудь Свечи Или газоанализаторы Или там Тройники Какие-то Вспомнил Про тройник И пройник Появился Перед носом Блин Даже не знаю Че в картотеках Хочет ловить Если конечно Тишина вокруг И есть куча времени То можно Я думаю Полутать Ну а если Там что-то По локации Крутишься В поисках лута В картотеке Я думаю Это не самый лучший вариант Уж лучше Не по картотекам Возиться О Нифига Штука Штук 30 Стоит Наверное Лучше уж Тогда не по картотекам Шариться А по тайникам Пробежаться Да Вот это я думаю Будет Более выгодно Во Десяточка Спасибо Брат Кстати Насчет тайников Здесь же Рядом Тайничок Есть Да Подпялимся Опачки А вот эту штуку Мне Надо По квесту Хотя их можно и варить Сейчас уже Нам нужно будет Восточное крыло Это западное Я ориентируюсь На берегу Так что Где море Там юг Залив Точнее Соответственно Мы сейчас прошли Западное крыло И топим Восточное крыло О Ну вот Наконец-то Движение Какое-то Я думаю Что это Дикие Вы здесь Или на верхнем этаже Или на верхнем этаже Не лазают Дикие Или лазают А по-моему Не лазают На втором этаже Чисто по первым Двигаются Так Он подходит По-моему Точно Зажал Как бог Что-то Фризануло Там Навык какой-то По-моему Качнулся Фризануло Уведомление Или я Просто косорылый Вот она Вот она Как давно Я тебя хотел Открыть И здесь В этой комнате Вкусняхи В том числе Может лидикс Заспауниться Не знаю Его Почекрыжили Или нет Этот шанс Спауна Не в этом Реде А жаль А жаль Я вообще Если честно Впервые в жизни В этой комнате Нахожусь Не хочется Ничего вообще Пропустить Хочется Выкрутить Вычистить Ее Вообще Подчистую О Пропитал Что тут Еще Может быть Компуктер Так Вот так Сделаем Душенку Выгребу Тоже Чтоб сюда Не обращать Внимание Заполнить Тем Что я Точно Уже Буду Носить Вот тебе Все Ага Точно Он здесь Живой Гад Еще Сейчас Подожди Подожди Что тут Еще Ну и Все Вроде А Гемостатик Остался Все Вычистил Вот и Все Вот Тритонище Мы можем Забрать Вместо Идея Идея Разгрузки Чах Сюда Чах 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 О Нормально Нормально Разгребаем Вазу туда не впендюрить А так О Ништяк Цвет Вообще Ну что Господа Нехорошие Давайте Тогда Наверное В административку Еще заглянем Почему бы И нет Еще и В подвале Тут говорят Карта Ключ Карта Спавница Какая-то Хорошая А Тут Я не Попаду В спортзал С той Стороны Надо Заходить Блин Или В административку Наверное Сначала Загляну О Здорово Здорово Точку Надо проверить Я хочу Просто спуститься Туда В этот Денежка В тренажерный зал Посмотреть Что там В тренажерном Зале Там есть Шкафчик Такой И в этом Шкафчике Может Спавниться Ключ Карта Конечно Шанс Ничтожный Но проверить Почему бы И не стоит Рейд Крайне Тихий Даже в Лазурном Нет Санитара Со своей Свитой Не говоря Уже О Чебака А такой Шанс Не часто Выпадает По пустой Локации Пошариться Вообще Где бы я ни был В Норвенском В коттеджах Здесь В Лазурном Вообще Не душит Это прям Мана небесная По луту Надо Вынув здесь В шкафчике Нету А может быть И не в этом Шкафчике Если честно По моему В этом Я смотрел Там один Типа гайд В котором Ничего не запомнишь Потому что Здесь Такая огромная Куча Точек Спауна Какого-то Лута Интересного Такая Куча Ключей С собой Нужно Вытаскивать И столько Разных Комнат Которые Похожи Друг на друга Что я Ни черта Не запомнил Это надо Чтобы на практике Все закреплялось В теории Это знать Все Это Одно А пока Сам на себе Не ощутишь Пока не пробежишь Не найдешь Так сказать Не закрепится Ни черта Вроде Нету Нифига Да и хрен с ним Ладушки Пошли тогда Административку Попялимся Там тоже есть Несколько Компьютеров Компьютеров В поисках Кулеров Кулер Сейчас Ценный Ресурс Процессорный Процессорный В актовом зале Есть На одном из стулов Спаун 112 Ключа Нет Нету На сумку Зато есть Посматриваем Здесь Административку Чего можно будет Вынести Выносим Да Мешок у меня Уже полный С разгрузкой Но тем не менее Его можно заменить Более ценным Каким то лутом Тут дофига Вон шина Цепочка Серебряная Таблетки Это все фигня Которая стоит Не так много денег В общем Шуршим Шурстим Здесь Можно будет На выход Педалить Блин Опасная Такая Позиция Тут Если честно Но Компуктеры Выглядят Заманчиво Фигня Тут что у нас Тут есть Комната Две Три Да Еще компьютер Вот Годната Щелочь По квесту Нужна будет Что тут можно Арафатку Можно Наверное А вот Биндик Есть Да Вот так Вот Во Все Про разгрузку Можно забыть В принципе Сейф Каким то Ключом Открывается Каким Если честно Я не знаю Какой то Должен быть Отдельный Ключ Или вообще Он не Открывается ОЦП Центральный Процессор Мы заменим На цепочку Точнее Цепочку Заменим На процессор Еще Еще Компюстер Что там У нас Блок питания Которые Упали Жестко В цене О, Азу Это Хорошо Азу Азу Сейчас Можно Продавать Сюда Шаровня Точняк Шары Копать Можно Компюстер Да ладно Ничего Нет Что ли Ну давай Дадим Картотекам Еще Один Шанс Что у нас Тут Может быть Зибо Есть Зибо Сейчас Хорошо О Тоже Хорошо Картотека Картотеки Короче Розе В одной Картотеке Шиш В другой Тоже Шиш В другой Ключик Например 220 Квестовый Ключ Может быть Чего-то Стоит И Крикет Можно Сейчас Забирать С зажигалки Тоже Это Бартерный Предмет Который Выменивается На Топливо Чик Чтобы не Потерять А Все Что Сейчас Меняется На Дефицитный На Дефицитное Топливо Все Сейчас Короче Стоит Каких-то Денег Еще Один Крикет Вот так Вот Тут Не выйти Нет Ну вот И все По большому Счету Все Что Можно Было Полутать Тут Более Менее Интересного Полутал 12 Минут У меня Есть На То Чтобы Покинуть Локацию И Учитывая Что У меня Перегруз Мне Пора Выдвигаться Если Не Работает Проход Между Скал Сейчас То Мне Идти Идти К Тоннелю Вон Дикий Лежит Да Точно Вот И Лежит Блин По-моему Он не работает Нет Зеленого Дыма Нет Выхода Не Нет Пожали Пройдется К Тоннелю Идти О Еще Дикий Ох ты Блин Ёлки Палки Че Выкинуть А вот Есть Хлам Уже Битком Битком Набит Вот и оружие До второго слота Мосинка Тысяч Тридцать Пять 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 Ну че Пацанчики Я даже Не знаю По тайникам Уже тоже Наверное Смысла Нет Мне шарится Тут за скалой Справа Есть тайничок В кушарах Но Я уже Настолько Забит Лутом Вот там Беспилотники Такая Че Бардачок Есть Не бардачок И там По одному Из квестов От Миротворца По-моему Надо будет Железяки Какие-то Выгребать Интересно Теперь Жуть Как Все Таймер Говорит Домой Домой Глупец Да все Че тут Осталось Единственное Сейчас Машина Будет Передо Мною Где Дикие Могут Обитать В деревне А ну И на Тоннеле Блин Приключения Можно Огрести Еще Но Буду Двигаться В сторону Тоннеля Пора Выходить Домой По-добру По-здорову Квесты Я на Выполнял Все Планы Которые Были На Этот Рейд Выполнены Гору Лута Вынести Осталось О Стоит Вроде Один Что-то Показалось Что-ли Ноги Чьи-то Там Были Или Это Дерево Да Да Точно Какой Живучий Я думал Он помер А он Оказывается Помер Но попозже Пацаны Че У вас Тут Давайте Биткоин И Че Нимуть А раньше Бытовало Такое Мнение Что Чем Позже Дикие Попадаются На локации О ПК мы Заберем ПК это 50 тысяч Рублей Что Чем Позже Ты Убиваешь Диких На локации Тем Ценнее Лут У них Риги Спавнится Короче В рюкзаках И Карманах Не знаю Сейчас Так Или Нет Ну Че Прямо По курсу У нас Тоннель Пошли На выход Хватит Уже Тут Мотаться Мотаться Вот мы и дома Хороший Яичный Рейд Получился 4 минуты Всего До конца А почему Я Друзья Че Я не выхожу О Выход Лежа Не работает В натуре Ладно Я понял Вас Значит Выйдем Сидя Мы люди Непровередливые Хороший Рейд Господа Короче Утром Рано Выходите В рейд И будет Вам счастье И диких Настрелял И квесты Попередел Все Пошатался Полазил Посмотрел Где Че Хотел Поехали Рыболовные Снасти Завершаем Сафари на тигра Пометить тигр На таможню Наконец-то Таможня Вот куда Теперь пойдем Уже соскучился По таможке Сдаю коллеге Часть 2 Квест С маркировкой Предметы Санитара Кабинет Кабинет Химии Закрываем Квест Забираем Видеокарту Как награду За выполнение Квеста Она будет С галочкой Теперь мы Садоводство Часть 4 Можем Закрыть И все Видеокарты Которые Будем теперь Находить В рейде Будут отправляться Теперь к нам На Биткоин Ферму Удобрение О блин Я про этот квест Вообще забыл Смотри Тут проводов 5 штук Надо оказывается Конденсатор Но это работа Для дикого Че тогда Давай за дикого Наверное сходим На развязку Я думаю Само то Пусть он Притащит там Пучки проводов И конденсаторы Охотник Новый квест От егеря Убить штурма На 25 раз Капец у тебя Блин Заказы егерь Ну ты садюга Путь охотника Садист Ну в натуре Садюга Он еще и Этого заказал Санитара Но за санитара Впрягаются Коллеги Часть 3 Квест Молодой человек Говорит Но сдавать ей Квест Себе дороже Потому что Здесь всего лишь Убить санитара И получить Лояльность Опыт И прочие плюшки А у терапевта Если вы будете Делать для терапевта Часть 3 Коллеги То вам надо будет Найти ключ-карту Зеленую Ключ-карту Синюю От лаборатории Стоят они бешеных денег А в рейде Если их найдете То проще По-моему Продать их Чем передать По какому-то Квесту Ну и какие-то Обдолбосики Она там Выдаст Шприцы Я думаю Она того не стоит Проще убить Короче Этого санитара Ну что Дикие у меня В полном порядке У него даже есть Бронежилет И шлем Пошли на развязку Короче Если найду Конденсаторы То пронесу Конденсаторы Сдам Сварю провода Если провода найду То сдам провода Сварю конденсаторы Все это сейчас сварится В убежище Так что это не проблема Ну что Неплохой день Да Четко все Это же дикие Да прошел Надеюсь О Даже медицина есть Неплохо Неплохо Бинтика Ишка Жгут Загустим Даже есть Живем парни В натуре Четко все Я заспавнился На втором этаже Торгового центра Прям в самом В самой середине Его Путь держать буду У меня По классике МЧС Выход 17 минут У меня есть Головной убор У меня Тоже есть Можно было бы Шляпу натянуть И указать У ней Щеголять Ну все По старому Теклайт Раз уж я тут Даже если Тут уже пробежались Я не думаю Что они заберут Какие-то пучки проводов И конденсаторы Которые сейчас стоят Максимум Тысяч Десять И которые Проще сварить У себя В убежище И пойду За Олли В офисные помещения Там Пошарю В компуктерах В компуктерах Сейчас часто Стали появляться Провода И Эти самые Конденсаторы Вывезем Как-нибудь О Да ладно Топливная Присадка Провода Вот это Везуха Я нашел Топливную Присадку Мне как раз Одна нужна По квесту И я закрою Кровь войны По-моему Называется Да Отлично Отлично Надо выходить Конденсаторы Еще Вот Такого Барахла Как грязи На развязке Проводочки Конденсаторы О Военный Кабель Пацаны Живем Раз Что-то Пошло Пошли Эрасмус Тогда Попялимся Что-то Может Там Еще Вкусняк Каких На дыбы А ну Что тут У нас Пушка Нет Не пушка Глушила Еще Какая-то Херь О Вот Это Хорошая Рукоятка Нет Тут уже Более Качественно Кто-то Лутонулся Похоже На то Ладно Я Понял Пошли Тогда Компы Смотреть Я в Самуали Не буду Заходить Здесь Здравый Такой Мебельный Магазин Через Него Спокойно Можно Внедриться В коридоры В которых Офисы Эти Компьютерные Тут и колонны Шмолоны Да ладно Еще один Военный Кабель Надо Забрать Выкинуть Вот Эту Херь Я не знаю Ценная Не ценная Но Простите Если она Стоит Кучу Денег А я Ее Выкинул Не знаю Сколько Она Стоит Эти Цены Можно Конечно Перед Каждым Выпуском Заходить На барахолку И осматривать Ну я С ума Сойду На это Тратить Надо Кучу Времени Во-первых Во-вторых Эти цены На следующий День Уже Поменяются И возможно Даже Я же Записываю Этот выпуск И не Сразу же Его Публикую Мне Еще Надо Кое-то Время На монтаж И там Короче День Два И опять Эти цены Поменяются Так что Заберу Кабель Кабель Стабильно Хорошо Стоит 1035-40 Точно Ну все Один проводок Мне нужен был По-моему Или два Один Блин Зря я Наверное Этот провод Вытряхнул Ладно Фиксим Сейчас Что-нибудь Наковыряем В проводах Ой В компьютерах В компьютерах По кулерам Боюсь Разжиться Хотя Сейчас Не критичны Эти кулеры Ей-богу Мне эти кулеры Сейчас Только на продажу Если выставлять А следующий Уровень Фермы Биткоин Ставить Смысл Тоже Отсутствует Потому что У меня Слотов 10 Сейчас Доступны Для видеокарт А видеокарт Ровно 0 О, кулер Продадим Кулеры Не нужны И тут же О, кулер Короче Будем решать Проблемы По мере Их Возникновения Сейчас Вот топливную Присадочку Мне По хорошему Вынести Я наверное Эту комнату Долутаю И все Пойду На выход Еще Конденсатор О О О По Почти полон М-80 У меня Конкурент Тут Блина Близко Ну че Ты куда Ты лезешь Иди Своей Дорогой Ты че Куда ты С болтовкой Сен-Джей Патрон Еще небось Там какой Ну если бы У меня Топаново В лицо Это конечно Было бы Досадно Он мне Пронес Рюкзачок Беркут Ай Хорош И чуть Чуть Хабара Сахар Питье Аугментин Переезжает Мой Хабар В его Мешок И Забираем Его Мешок Все Честно Я выиграл Ты Проиграл Имею Право На трофей Вот так Тарзанчика Можно было бы Забрать Да не буду я брать Тарзан Сейчас начнется У меня Ой у меня Что-то в Тарзане Места много Надо подлутать Еще Манал я Нафиг Досматриваю Эту комнату Домой Все Красный таймер Надо чесать Соблазн Конечно Полутаться Он всегда Имеется Особенно Когда Есть такая Возможность Руки Прям Аж Чешутся Прям Хочется Хочется Но нет Пожалуй Рисковать Больше Топливной Присадкой Я не буду Я не столько Потею Если честно Запроводаете С конденсаторами Сколько Потею За присадку Эту Топливную Потому что Если я вынесу Топливную Присадку Мне Дадут Квест Который По-моему В лесу Выполняется Следующий Кровь Войны Следующая Часть Ладно На месте Разберемся Ну че Пошел я Пацаны Тогда На выход Благословите Мой путь Надеюсь Вынесу Присадку Поехали Мой путь Мой путь Мой путь Все парни Еще пару квестов Закроем Присадка Есть Конденсатор И провода Есть Пожрать бы Конечно Вообще Не мешало Как приятно Когда у тебя Схрон Пусть и небольшой Забит Битком Добрежком Которое Надо Понапрожадовать Это Всегда Приятный Момент Сейчас Займемся Торговлей Итак Кровь Войны Часть Вторая Присадку Бам Кровь Войны Часть Третья Активна Точно Я так и думал Теперь Мне нужно Пометить Схроны С топливом В лесу А вот Здесь Я Пацаны Облажался В удобрении Оказывается Мне нужно Было Больше Конденсаторов И меньше Проводов Но Это случилось Потому что Это случилось Все мы ошибаемся И я тоже Человек Я ошибся Но это не страшно Мы можем провода Заказать В любой момент В убежище Единственное Мне нужно будет Топливом Разжиться В рейде Мне нигде Топливо Не попалось Поэтому Надо его Рожать Каким-то Образом И рожанул Я его Знаете Каким Образом Обновляется Ассортимент В определенное Время У торговцев Вот у егеря Сейчас 30 секунд До обновления Ассортимента И у меня будет Несколько минут Чтобы успеть Купить Урвать У него топливо Не обновление Ассортимента А завоз Завоз товара Вот Только так Я нашел Способ Не платить Полмиллиона Или больше За это топливо Я сейчас Спокойно Куплю Это топливо У егеря И поставлю В убежище В наварку Провода Как раз К следующему выпуску И сварятся у меня И провода И VPX И доварятся От апгрейдов Никуда не деться Все Поехали Смотри Покупаем Вам Жесть Оно у него Мгновенно Просто разлетается Вы посмотрите 2.307.6 Обновляю 2.121 И это прошли Несколько секунд Всего Обновляю 1768 Сотнями За несколько секунд Выкупают Топливные канистры Вы поняли Да Какой дефицит Так Наконец-то Я могу запустить Гену Бау Хорош 25 часов Он будет мне Обеспечивать Варку Здесь в убежище И один из самых Важных Пожалуй Моментов Это варка Которая Оооо 6 часов Все отлично ВПХ И варятся Ну и квест Удобрения Нужно Один пучок Проводов Всего Сварить По одному Пучку Провода Он варить Конечно Не будет У себя В убежище На верстаке Он сразу Сварит Там 5 По моему Пачка Проводов 5 штук 8 штук Для этого Нужно 2 силовых Кабеля Которые Стоят Которые Стоят А вот За 12 24 25 тысяч Словно 24 500 Ставим На варку 24 500 Сварит он 8 Один я сдам По квесту И 7 проводов Мне останется И можно будет Продать их Там же На барахолке Сколько Они стоят Ой блин Да он слегка Я еще и в плюсе Останусь Короче В общем В начале Следующего выпуска Что как раз Закрою Этот квест У меня На сегодня Все Господа Иданы Спасибо Всем большое За просмотр Всем удачных Рейдов Надеюсь Выпуск Оказался Интересным И где-то Возможно Полезным Увидимся Услышимся В следующем Выпуске Всем До свидания Продолжение следует